Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Мадуро подавил протестную волну Венесуэли и обвинил в ее запуске США. Избранный в третий раз на пост президента Венесуэлы Николас Мадуро подавил протестную волну, запущенную 28 июля руководством США во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Сразу после принятия Национальным избирательным советом Венесуэлы решения о присуждении победы на выборах Мадуро, Камала Харрис подвергла критике это решение и заявила, что она поддержит борьбу народу Венесуэлы за свободу и демократию. Белый дом предложил странам Латинской Америки не считать Мадуро президентом Венесуэлы, требовать отмены результатов голосования и добиваться прихода к власти демократически настроенной оппозиции, то бишь марионеток, лояльных на Вашингтону. С их помощью Вашингтон хотел бы провести приватизацию государственной нефтяной компании ПДВСА и получить доступ к тяжелой венесуэльской нефти, под получение которой заточены американские НПЗ. Известно, что ввиду обострения отношений с Венесуэлой, США пришлось временно перейти на тяжелую российскую дни, однако венесуэльская для американских НПЗ предпочтительнее, ввиду более короткого транспортного плеча она обходится дешевле. США опасаются того, что Мадуро после выборов начнет спецоперацию в соседней провинции Исекиба, которая до прошлого года входила в состав Гаяны, которая в свою очередь находится под управлением Великобритании. Власти провинции Исекиба отдали богатые нефтяные месторождения на откуп американской нефтяной компании «Эксон». США также рассчитывали построить в провинции Исекиба военно-морскую базу для создания угроз в Венесуэле. Мадуро в ходе предвыборной кампании обещал народу Венесуэлу восстановить историческую справедливость и выгнать американцев с Исекиба. Понятно, что в планы американской администрации это не входило. Американские власти при поддержке сателлитов из Латинской Америки завезли Венесуэлу перед выборами под видом туристов тысячи преступных элементов, которые должны были дестабилизировать ситуацию и спровоцировать местных маргиналов на госперевару. Однако Мадуро протесты подавил. Сегодня он сообщил, что органы правопорядка задержали свыше 1200 преступников, которые прошли военную подготовку в Колумбии, Аргентине, Чили, Перу, США. Задержанные наемники пытались поджечь административные здания, больницы, школы в городах Венесуэлы, выполняя приказы из-за рубежа. Им платили по 150 долларов в сутки за преступления. В Кремле отреагировали на события в Каракасе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал венесуэльскую оппозицию признать поражение, а третьи страны прекратить попытки раскачать ситуацию в Венесуэле.